Представляю вниманию качественную и главное надежную игровую рулетку, где за 69 рублей реально выиграть GTA 5, CSGO и другие хорошие игры. Все это возможно на сайте crazycase.ru. Ссылка на сайт в описании к видео. Автор ни в коем случае не призывает ни к насилию, ни к нацизму. Это видео исключительно пародия, просто юмор и не более. Ссылка на сайт в описании к видео. Ссылка на сайт в описании к видео. Нас колись турбували коментарі чи ні? Колись нам не було все равно, як якась дитина Кацапа себе брудно веде у коментарях. Ні! Ні! Бо цима язиком, цима руками я зруйнула кожну шкільну сраку. Що ці брудні свині собі дозволяють? Я власнороч повторю власнороч гвалтую каждому. Забирай сало. Змазувати не будемо. Последнее моё видео Ютуб запихнул в тренды, и в коем-то веке в трендах Ютуба появился не Иван Гай, не Анатолий Шарий с великолепными новостями про украинских фашистов, не Лайфхаки, не Мистер Макс. От этого люди были в прострации. На канал пришло много новой аудитории, у которой из-за ненависти ко мне из жопы вылезла кишка. Столько негатива в комментариях я видел только три года назад, когда снял своё самое первое видео про PS Vito. Все писали, что я глупая никчёмная бездарности, чтобы я удалил канал. Одичалые школьники, озберевшие мамаши, православнутые овощи, всё это вас ждёт сегодня. Погнали! Матушки, как же он сильно материться! Сильно материться! Юноша, от вас уши вянут! Старпёр, от тебя глаза текут! Таких комментариев, дескать, мата очень много, их сотни. Я не понимаю, в какой изолированной от общества среде ты и остальные овощи, которые это писали, где вы выросли, что мат это для вас нечто неперевариваемое. Как правило, люди с такой психологией, что мат это плохо, они выросли в социальных инкубаторах. Строгие родители, дорогие элитные школы, престижные вузы. И как правило, люди, которые растут в социальных инкубаторах, вырастают непригодным для общества говном. Вырастают без шанса на социальную адаптацию и тем более успех. Если ты учился под жёстким гнётом своей жирной мамаши, которая лупила тебя грязные вонючие скалки каждый раз, когда ты говорил слово «блин» или «чёрт», то это конкретно твои проблемы, дегенерат. Мат — это просто звук, которому ты, идиотина, предала пренебрежительное значение, и это конкретно твои проблемы. «Лучше закрой свой рот, ты пидарас, ты мне не нравишься, сука!» Раздолбанного твоим отчимом очка твоей матушки не будет достаточно, чтобы вместить тот хуй, который я клал на то, что я тебе не нравлюсь. Для меня ты глупый малолетний школьник, не более. Ты вылез из вакуума Ютуба, где мамик сделает позитивные смешные видосики, где Ивангай поёт песенки на своём канале, где Марьяна Рот делает интересный макияж и попал в суровую реальность. А в суровой реальности ты — ничтожество, ты никто, и твоё мнение никому здесь не интересно. Здесь на тебя всем насрать, на то, что ты думаешь, на то, что ты пишешь и на то, что ты говоришь. Катись отсюда! Уходи! На твоё естество всем наплевать, кроме твоих родителей, но и то особо не обольщайся, потому что их любовь, как правило, подпитана инстинктами. Почему этот дегродант у меня в рекомендациях? У меня абсолютно тот же вопрос, что я делаю в твоих рекомендациях. Ютуб, он сейчас как сварку пытается нас с тобой свести, но у нас нет будущего. Я делаю контент для людей, ты — животное, нам с тобой не по пути. Цээ собака. Ей мозг в декилка разів меньше за нашого людського, але оглядячи на деяких людей, ми не здаєсі, що вона разумніші за них. Так, мій фрэйнт? Оу-йо! Йо-йо-йо! Йо-йо-йо! Интересно, люди какого возраста подписаны на тебя? Моё предположение, что одни школьники, потому что люди более зрелого возраста не смогут слушать такой шлаг. Моя аудитория — это парни от 13 до 22 лет. Изначально эту аудиторию я хотел собрать, в итоге я её и собрал. Естественно, что для старого потрёпанного куска говна вроде тебя мой контент не предназначен. Я слишком наглый, чтобы ты меня мог воспринимать всерьёз, потому что... Как это вообще может быть? Какой-то щегол, который лет на 10-15 младше меня позволяет себе такое говорить? Позволяет в роликах что-то называть говном, не стесняясь того, что о нём кто-то подумает плохое? Да как он смеет? Как он может себе такое позволять? Но не я себе много позволяю. Просто ты себе очень многое запрещаешь. Я в душе сам по себе школьник. У меня хоть и в двух шагах был диплом престижного юрфака, но... Тем не менее, мне смешные шутки про говно, про сперму, про жопу — это весело. И ради какого-то залётного старпёра я меняться не собираюсь. Катись отсюда. Твоя подписка имеет ровно столько же ценностей, сколько голос на выборах в России. Её нет. Серьёзно, вали отсюда. Иди лучше посмотри Анатолия Шария или какого-нибудь Пучкова. Там я слышал, украинцы опять Донбасс обстреливают, ну и какие-то Ноки взрываются. Короче, там явно интереснее, чем здесь. Твоя мать шлюха! Твоя мать шлюха. Знаете, это как речевое приветствие по типу «Физкульт привет», «Христос воскрес», «Слава Украине», «Зик Хайль». Твоя мать шлюха. Звучит гордо и настырно. Мне нравится. Всем насрать на то, что ты говоришь. Хорошо. Если всем насрать на то, что я говорю, то почему кому-то не насрать на то, что ты пишешь? Насколько же ты самоуверенный ЧСВшная мразь? Даже у Майнкрафтера-школьника, у которого 20 лайков под видео, он уже более значимый для общества, чем ты. Потому что в его жизни есть 20 человек, которые поддержали его мнение. В твоей жизни нет никого. Лошара у Брейна 5 миллионов подписчиков и у тебя нет. Что?! Как это вообще относилось к видео про PlayStation VR?! К чему это было написано?! Знаешь, превосходство в числах — это не всегда круто. Ты меня превосходишь на одну хромосому, но круто ли это? Хотя стоп! Для тебя это реально круто, потому что таким, как ты, в этой жизни очень легко и очень просто. Пошел нахуй, я проклинаю тебя! Проклятие Майнкрафтера обрекает на слабоумие и аутизм. Кстати, у него есть свой канал! Всем привет, дорогие друзья! Также подписчики моего канала с вами. И мы продолжаем наш сезон. Пап, выжигай! Да, наверное... Унтерменш. Ревных людей не существует. Хтось кращий. Хтось поганейший. Аллы ривности правны мае буты. Ни одного видео на канале Айтипедия без слова говно или говнище нету. Что он не считает говном? Не говно — практически все то, про что я не снял видео. Мне неинтересно говорить о хорошем. Это реально скучно. Хорошая вещь — она на то и хорошая вещь, что в объяснениях она не нуждается. Но вот неинтересно мне говорить про что-то хорошее. Но вот вышло BF1, и вот что про нее говорить? Что это крутая игра? Да вы все и так знаете, что это клевая игра. А вот выйдет Call of Duty — вот это будет уже интереснее обсудить. Вот эти ваши упреки типа «ты все время все засыраешь! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо» Они конкретно дезворали. Я не снял кучу видео из-за боязни того, что люди подумают, что это не просто критический обзор, а просто поливание говном. Ну вот, к примеру, есть iPhone 7 у меня. Я его купил, я ненавижу этот телефон. При условии, что я всю жизнь почти пользовался iPhone, я презираю этот телефон, он кусок говна. Но если я сниму про него видео, если я все по полочкам разложу, Овощи услышат просто слепое обсырание Они не увидят объективную критику Они будут писать Ты опять засрала Хайпажор ради хайпа Лишь бы привлечь внимание Ко-ко-ко-ко-ко Далее я буду брать комментарий со своего второго канала У меня такой есть Там я снимаю видео про все что угодно Только не про игры И недавно снял несколько видео на православную тематику И сколько же православной саранчи налетело Сука уебок в православное видео запихнул рекламу Мой дорогой овощ Правильные парни на православии зарабатывают деньги Потому что это самый древний бизнес Концепция церкви очень простая Дурачки в нее вкачивают Правильные пацаки из нее выкачивают Мой бог это Бен Франклин Потому что он материален Я верю что он был в отличии от твоего бога Мой бог в отличии от твоего имеет могущество Мой бог может мне помочь Твой нет Твой бог вселяет в тебя надежду Когда у тебя проблемы Мой бог эти проблемы решает Чувствуешь разницу? Я знал что ты морально уебан Лешик Но чтоб настолько Попробовал бы ты то же самое Не в своей жидовской боссе на Одессе сделать А к примеру в Воронеже Комментарий оставлен под роликом Где я ловил покемона в церкви Да такой есть Я на него ссылку в описании оставлю И насколько же ты Лицемерная верующая гнида Ты веришь в Иисуса Христа Но ты антисемит Иисус был евреем Евреев ты Ты Называешь жидами И при этом ты называешь себя верующим У меня слов нет чтобы описать На каких же космических масштабах ты дегенерат Ты назвал меня моральным уебаном В чем больше аморальности? В человеке который походил в церкви с телефоном? Или человек который верит в бога Верит во все это дело И при этом называет евреев жидами Я не досмотрел эту хуйню Но мне кажется что автор богохульник и чистый пидарас Автор ну ты и морозина А я не знаю что на это ответить Но это просто смешно Я не досмотрел до конца Но уверен что ты богохульник Сука Украина Держава майбутнего Мы сбудуем власную империю Суперменшими Та фрау Це буде райский клаптик земли Где будут тільки найкращие из людей Будут найразумнішие из людей Бо розум Це те единое Що відрізняє нас від тварин 300 тысяч конченых пидармотозадротов Подписано на видео Этого выпердыша Помойной шлюшары Пиздец Во-первых не 300 тысяч А 380 Падла Во-вторых Выпердыш помойной шлюшары Сам Александр Сергеевич Не смог бы так комбинировать Браво Моё почтение Бля Ебать шепцов ты еблан конченый Твой гнилой голос просто вымораживает Кривое ебло бесит невообразимо сильно Надеюсь тебя посадят И будут ебать во все щели До скончания Твоих мерзких дней Я молюсь чтобы ты сдох В Верующий Тупица Для тебя рождение человека Это хихить Типа только рождение и все? Да! Да! Рождение человека Это хихи кака Потому что не может быть Ничего более легкого Чем родить ребенка Сшить эту футболку Сложнее чем сделать ребенка Нанести этот принт Прекрасный на футболку Сложнее чем сделать ребенку Сделать этот Компьютер Намного сложнее чем сделать ребенка Сделать эту камеру На которой сейчас я снимаю Намного сложнее сделать чем ребенка Потому что сделать ребенка Это просто Кого-то всунуть И не вытащить Все! Дети это прекрасно И не тебе судить И решать у кого От кого сколько детей Имбецил А глупое ты влагалище Проблема в прекрасных детях в том Что потом Они вырастают Такими как я Я тоже был Прекрасным милым ребенком А кем я стал? Куда тебе детей Долбоебина? Ты даже за своим мопсом Проследить не можешь За мопсом я как раз Присматривать могу За пару убийств Я его раскормил так Что он стал Жирнее Твоей шлюхи мамы Посмотри какой у меня Стол большой Вот тебе какая милота Какая милота Какая милота В общем на этом у меня все Буду заканчивать Если соберем очень много лайков Тысяч 150 То меня вновь начинает мучить совесть Что я не сделаю даунов ютуба И я их сделаю Как только у меня появится вдохновение И желание В общем всем Пока Пока Да мопс? Какой же ты стал Выпендрежный Панина на тебя нет